Дорогие друзья, вы на телеканале «Импакт» в программе «Влияние». Я ведущий миссионер-евангелист Анатолий Вастевка, и со мной благословенный брат, служитель, брат Сергей. Вы уже скажете, как ваша фамилия, имя и откуда вы. Очень приятно быть вместе с вами. Меня зовут Сергей, как уже сказали. Фамилия Остапчук, я из Украины, Львовская область, и я просто сегодня хотел посвидетельствовать то, что Бог сделал в моей жизни. Слава Господу, слава Господу. Мы действительно приготовились сегодня поговорить о великой Божьей славе, что Иисус Христос, Он делает удивительнейшие вещи, спасает людей, исцеляет крести Духом Святым, и делает то, что невозможно сделать людям. Такой наш Господь. И я очень рад, брат Сергей, что Господь привел вас на американский континент рассказать о великих делах Божьих, о славе Божьей, которая в вашей жизни явилась от престола Господня от лица Божьего. Аллилуйя! Слава Богу! Потому я знаю, вы уже засвидетельствовали мне, что Бог явил великую милость в вашей жизни. Но мы хотим начать с того, что дать приоритет Божьему Слову. Я хочу, чтобы вы прочитали место из Писания, и мы просто провозгласили силу Евангелия и начали свидетельствовать о могуществом нам имени Иисуса Христа. Спасибо большое. Я очень рад начать это с Писания. И первое место Писания, которое я хочу прочитать, это послание Римлян, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Даже самые сложные ситуации в нашей жизни Бог всегда оборачивает нам к лучшему. В моей жизни было очень много. И второе место Писания я хочу напомнить просто то, что в послании евреям написано «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Он никогда не изменяется. Даже если ситуации, они все против нас. Болезни, проблемы, какие, что бы это ни было. Бог всегда имеет возможность оборачивать это к лучшему. И Он всегда рядом. Он не изменяется. В этом изменчивом мире одно, что не изменяется, это Господь. Аллилуйя. Слава Господу. Да, действительно. Действительно. Я слышал, что Господь употребляет вас в этом направлении. Когда Господь делает что-то в нашей жизни, оно обязательно... Оно обязательно... Оно обязательно... Наше свидетельство, оно имеет огромнейшую силу. И то, что Бог сделал в вашей жизни, это действительно потрясающее свидетельство. Господь исцелил вас. И я просто уверен, что сегодня через это свидетельство очень многие люди прикоснутся к силе. К силе Божьей, потому что свидетельство – это Божье свидетельство. Это Его действие славы, Его величие, Его помазание. Что произошло? Самое главное, то, что вы мне так сильно это свидетельствовали. Что произошло? Что случилось в вашей жизни, что вы начали так сильно искать лица Божьего и помощи Господня? Ну, вначале я хочу рассказать то, как я заболел. Я заболел в конце 96-го года, болел полтора года. И это очень сложный такой период, самый сложный период в моей жизни. Я заболел на эксцедативный плеврит, это вода набирается в легких. И мне сделали пункцию, выкачали 3 литра воды из легких. Врач сказал, что если эту пункцию сделали немножко позже, и вода еще набиралась, я мог задохнуться в своей же воде. То есть вода набралась настолько, что она зажала бы легкие, я не смог бы дышать. Но когда сделали пункцию, мне стало немножечко лучше. Но потом постоянно вода набиралась и набиралась. И первое, что было очень сложно, это когда врач пришел, говорит, Сергей, извини, мы уже не можем тебе колоть обезболивающее. Потому что каждый раз, когда выкачивали, делали пункцию, выкачивали воду, то надо было колоть обезболивающее. Он говорит, ты теряешь сознание, извини, мы будем колоть тебе наживо. И я уже уставал не только от болезни, но от методов лечения. Но это еще, конечно, не все. Он пришел однажды в палату, обнял меня, был очень добр ко мне. Я даже удивился. Он говорит, Сергей, ты знаешь, вот я чувствовал, что он что-то хочет сказать, но не говорит прямо. Я спросил, что вы хотите сказать? Он говорит, да понимаешь, мы думали, что у тебя туберкулез, но, к сожалению, у тебя нет туберкулеза. Мне было тогда всего лишь 25 лет. Я сказал, извините, но туберкулез не самое большое счастье в мире. Почему? К сожалению, нет туберкулеза. Он говорит, понимаешь, у тебя рак легких. Когда он сказал мне, что у меня рак легких, меня сразу, как будто кто-то вылил ведро горячей воды на меня. Я немножко испугался, даже не немножко. Я испугался. И даже хочу сказать так вот искренно сегодня, что раньше, когда я слышал подобные истории, кто-то попадал в депрессию, когда ему говорили, что он скоро умрет, я думал, ну это они. А если мне кто-то скажет, что я скоро умру, я подниму руки, скажу, слава Господу, я иду к Господу. Но когда мне сказали, не так вот было. Я, как большинство людей, тоже попал в депрессию, на меня что-то взвалилось, ничего не хотелось, никого видеть. Но было очень сложно. Сложно даже не только сама болезнь. Да, я весил тогда только 38 килограмм, терял постоянно вес, кушать не мог. Проблемы на проблемы просто накладывались. Но, в конце концов, самое сложное, это когда приходили мои родители. Когда приезжала мама, мама у меня очень эмоциональная женщина, и она постоянно хотела поддержать, плакала очень сильно. А я, наоборот, хотел, чтобы они не плакали. Я играл роль, что мне лучше. Говорю, мамочка, все будет хорошо. Я накладывал еды много на стол и просто запихал иногда в себя, чтобы показать, что мне лучше. Вставал через силу с кровать. Я говорю, мамочка, все хорошо. А только мама куда-то уходила, я убегал. И все это возвращалось назад, вся еда моя, все это было очень сложно. Но кроме этого, вот депрессия, наверное, самое большее, что меня в то время мучило. Я думаю, что больных раком даже не настолько мучает их болезнь, болезнь, как депрессия, то, что уже жизнь закончилась. Мне было 25, и я думал, все мои мечты, как у каждого молодого человека есть какие-то мечты, есть что-то мечтаешь, что-то хочешь достичь в служении, в семье, во всех направлениях. Но все, думаю, все закончилось. И помню, падал снег, так вот вспоминаю, стоял возле окна, это была зима на Украине, зимы такие бывают холодные, и я стоял возле окна, смотрел на этот снег, и думаю, все, наверное, до весны не доживу. Господи, помоги. Я не скажу, что я не верил, что Бог меня может исцелить. Я иногда верил, иногда сомневался, было очень по-разному. В то время такое, даже я понимаю тех людей, которые в таком положении, не всегда можешь совладать с собой, не всегда можешь верить. И врач пришел однажды ко мне и говорит, Сергей, не переживай, ты знаешь, у нас есть добрая новость для тебя. Мы хотим сделать тебе бронхоскопию, это такая процедура, запихают зон в легкие. И мы посмотрим, есть ли метастазы, это раковые клетки, не перешли с правой легкой на левую легкую, то мы отрежем, сделаем операцию, отрежем тебе легкую. И не переживай, ты еще проживешь 3 года, иногда даже живут 5 лет. А он сказал так, 5 лет, как будто это 50 лет. Я подумал, Господи, всего лишь 5 лет, а он говорит так, что чувствуется, что это маловероятно, мало возможностей в том, чтобы прожить этих 5 лет. И когда, конечно, я согласился, когда я пошел на эту процедуру, мне вот поставили зон в легкие, я начал себя настолько тяжело чувствовать, как никогда в жизни, такие боли, вот просто тело проваливалось. И после этого я отключился, я 12 часов не приходил в себя, и 10 часов самостоятельно не дышал, и мне подключили аппарат, который делает вентиляцию легких. И когда я пришел в себя, я после всего этого собралось много врачей, больше 20 человек, все в белом, а я открыл глаза и подумал, что я на небесах, потому что я перед тем, как отключался, я думал, что это, наверное, все, так плохо, наверное, я уже ухожу к Господу. Я подумал, что на небесах, но думаю, на небесах так плохо быть не может. Не мог решить какое-то такое замедленное мышление во всем этом. И потом, когда врачи все сделали, что могли, они разошлись, а возле меня лежал один больной человек, ему тоже было в реанимации, все больные такие, тяжело больные. И он говорит, Сергей, ты не знаешь, что здесь происходило. Он рассказал мне немножко, а потом говорит, здесь видишь пустую кровать? Я говорю, вижу. здесь лежал один человек, он умер вот минут 40 назад, а тот, тут другую кровать, видишь, там умер какое-то время назад, тоже мужчина. А потом он спрашивает, интересно, чья следующая очередь, твоя или моя? Я говорю, Господи, я даже не знаю. Знаю, что если я умру, я сказал ему, я пойду к Господу, а если вы умрете, куда вы пойдете? Он говорит, я, наверное, черноват. И вы знаете, я в то время начал проповедовать Евангелие. Я начал говорить ему об Иисусе Христе. Я начал говорить, и он начал молиться со мной. А потом приходит медсестра, говорит, вам разговаривать нельзя, вы можете умереть, закройте рты и тихонько вот лежите. Понимаете, надо мной висела трубка на случай, если я потеряю сознание. И в то время я подумал, ну, все равно у меня рак легкий, все равно умирать. Я продолжил эту молитву, мы помолились вместе, и я потерял сознание. Во второй раз, когда я пришел в себя, я подумал, где же этот мужчина? Посмотрел на кровать, и она была пуста. И вы знаете, он умер, но он умер с Господом. За время моего лечения я проповедовал многим людям. Первое, проповедовал вот тем людям, что перед смертью. Я думаю, что Бог может по-разному исцелять, но нету одного метода у Бога. Бог может любыми путями, главное, чтобы мы искали общение с Ним. Вы можете описать сам процесс исцеления, как это произошло? Это прошло в один день, или это за неделю прошло исцеление? Ну, оно было, вот я рассказывал, и сейчас могу как бы продолжить это, что оно было на протяжении полтора года. Вот столько... Исцеление началось, и полтора года. Вот начал болеть, и у меня не было какого-то одного момента, что вот в этот момент что-то произошло, сверхъестественное. Первый Бог исцелил меня от депрессии. Вот я вначале говорил, что депрессия настолько сжала мою душу, я настолько страдал в этой болезни. Расскажите, как это произошло, это интересно. Да, да. Вот в этой депрессии я мучился, и Бог исцелил меня от депрессии. Я вышел, после реанимации, вот то, что я рассказывал, я вышел в лес, возле больницы, и я увидел подснежники. Это первые цветы на Украине после зимы. Я увидел почки на дереве. Мы помним подснежники, да. Знаете, я увидел... По снегу так выходят, да. Да. Я увидел почки, распускаются. Раньше я думал, до весны не доживу, а здесь Бог дал мне милость дожить до весны. Я благодарил Бога за каждый листочек, за каждый цветочек. Я просто радовался Богом, радовался жизнью. Я вдыхал воздух, и меня меньше болело, чем немножко раньше. И я вспомнил местописание. Наверное, помните, все, кто читает Библию, помнят, написано, все, что дышит, да славит Господа. Я вспомнил, сказал, слава тебе, Господь, я могу дышать. И раньше я как-то не ценил. Знаете, когда что-то легко приходит в нашу жизнь, мы не так ценим это. Мы думаем, что это само собой разумеется. Раньше я думал, ну, благодарить за дыхание. Если не буду дышать, то все, что не дышат, уже не живут. А только в то время мне пришло как, как бы, как откровение. Не знаю, как называть. Это как... Я подумал, Господи, я могу дышать. За каждый вдох благодарил Бога. За каждый выдох. Это было что-то особенное. И Бог исцелил меня от депрессии. Я начал радоваться. Начал радоваться жизнью. Пришел, помню, из этого леса, ну, из парка этого, что я рассказываю, зашел в палату. Я начал улыбаться. Начал благодарить Бога за день, за погоду, за все. И больные через какое-то время в моей палате говорят врачу моему. Говорит, Сергей наш, ему надо в другую больницу. А он спрашивает, в какую другую? В психбольницу ему надо. Он самый был такой угрюмый, самый подавленный. А сейчас самый счастливый. Улыбается здесь. Ну, говорит, понятно, когда он был подавлен. Потому что рак легких, молодой человек. А сейчас такой счастливый. С раком легких, счастливых таких людей не бывает. Что-то с ним не то. Это как бы подтверждение тому, что Бог забрал у меня депрессию. Я начал радоваться жизнью. И вот то, что вы спрашивали, что я мог свидетельствовать, это потому, что Бог исцелил меня от депрессии. Хотя физически я еще себя долго чувствовал. Чувствовал плохо. Физически ну, как бы физически мое состояние. Как вы дальше поддерживали это вот на протяжении полтора года? Как вы проходили процесс исцеления? Что вы дальше поклонялись Богу, молились? Да, конечно, но больше всего я начал благодарить Бога за день, за жизнь. Ценить по-другому пришло ощущение жизни, другие ценности, другие приоритеты. Уже не ценишь так материальные вещи, как раньше. Уже по-другому смотришь на жизнь. Я начал проповедовать, я помню, знаете, у нас во Львове очень религиозные люди. Они когда умирают, когда чувствуют, что скоро могут умереть, зовут все священника. И врачи часто говорили, Сергей, мы знаем, что ты не наш священник, не греко-католический, но этот мужчина или эта женщина, она просила священника, чтобы позвать. Пока наш священник приедет, он или она может умереть, пойди помолись. Я приходил, проповедовал, молился, многие люди принимали, хотя были разные случаи. Были случаи, когда кто-то не принимал, помню, одна медсестра, которая заболела на туберкулез, заразилась, она работала в туберкулезной больнице, заразилась туберкулезом, а потом у нее рак легких. И меня очень часто и медсестры, и врачи советовали пойти, ей осталось очень мало жить. И я приходил может четыре раза, а она все равно выгоняла. Говорит, если Бог есть, почему он мне так вот разрешил так страдать? И она не приняла Христа. Такие случаи, разные были случаи. Один случай, если можно, я еще хочу рассказать. Такой случай, вот помню, однажды врачи из реанимации подзвонили в мое отделение и говорили, позвите этого парня, который молится, здесь мужчина умирает. Я пришел в реанимацию, а врач мне говорит, ты евангелист? Я говорю, да. Говорит, только не проповедуй, потому что вы сразу любите проповедовать, а он уже ничего не слышит, он не может говорить. Просто исполни свой обряд и все, и уходи. А я подумал, Господи, у меня нету обряда. Какой обряд мне? У католиков православных, знаете, там проще, есть обряд какой-то, а у нас с этим немножко посложнее. И я говорю, Господи, что мне делать? И приходит идея, я нагнулся близко к нему, говорю, если вы слышите, но не можете говорить, покажите, поморгайте мне, покажите мне это своими глазами. Он начал моргать. Я обрадовался, думаю, слава Господу, он может слышать. И очень кратенько сказал ему суть Евангелия, а потом призвал его помолиться. Сказал слова молитвы, но на лице не было видно, что он молился. Потом я снова нагнулся близко, говорю, если вы молились, покажите мне еще раз, поморгайте еще раз. Он снова поморгал мне, показал, что он молился. Я обрадовался, потом смотрю, глаза его помутнели, ногти стали синие, синие, и просто жутко стало, потому что смерть приходит. Смерть это всегда неприятно, всегда больно. И врач говорит, ну все, уходи, потому что он умирает, тебе не надо на это смотреть. И после этого я ушел в свою палату, побыл, может, там, не знаю, долгое время, вышел на коридор, а этот мужчина идет мне навстречу. говорит, я к тебе. И мы зашли ко мне в палату, мы склонили колени, мы благодарили Бога, мы плакали, мы вспомнили вот это место Писания, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы радовались, что Бог есть Целитель. И вы знаете, Его за несколько недель выписали из больницы, а я начал молиться, Господи, конечно, спасибо тебе, что ты его исцелил, но когда моя очередь? Я еще болел целый год. Знаете, ну, долгое время где-то я еще по больницам, но потом пришло время, я пришел к врачу, он взял мою историю болезни, вырвал много листов оттуда, выбросил в мусор, говорит, Сергей, у тебя нету никакого рака, ты будешь жить, может, даже до 100 лет. Я говорю, может, его не было? Он говорит, нет, рак был. Я говорю, а рак не лечится? Он говорит, понимаешь, такое бывает с разными людьми, с верующими, не только с верующими. Он начал мне приводить какие-то примеры, но я, знаете, воскликнул, я возрадовался, сказал, слава Господу, что ты, Господь, жив, что ты исцелил меня. И я начал радоваться, он сказал, сильно не радуйся, две нехорошие новости. У тебя есть предрасположение к раковому заболеванию, и ты можешь заболеть на рак. Тебе надо каждые три месяца сдавать анализы на онко, на исследование рака. И вторая новость, я не рекомендую тебе жениться, потому что это не от болезни, сказал он, а от как бы от метода влечения. Я принял сильную химиотерапию, он говорит, у тебя не будет детей. И одно и другое, ну, неприятно, конечно, но и одно и другое сильно меня не расстроило. Я подумал, ну, я буду жить. Когда я приехал домой, меня отец встретил словами, Христос воскрес. Это был июль, месяц, да. Он говорит, Христос воскрес, и он тебя воскресил. Мы так радовались в семье, мы тоже плакали, мы благодарили Бога, и прошло какое-то время, и, знаете, мое мнение насчет женитьбы изменилось. Больше года прошло, я начал молиться, чтобы Бог мне дал жену и детей, и тоже Бог дал мне встречу с одной сестрой, я предложил ей выйти, ну, стать моей женой, и, вы знаете, но все равно у меня был страх. Немножко было страха, а вдруг не будет детей. И я и верил, что если Бог исцелила драка, Он может и это, решить эту проблему. Но вместе с тем был какой-то страх. И пришло время, она забеременела, мы так радовались. Ну, моя жена больше верила, чем я, потому что я как-то больше этой информации наслушался. И Бог дал мне двоих детей. Слава Богу. Слава Господу. Вы знаете, я хочу сказать, что сегодня всем и телезрителям, каждому нет безвыходных ситуаций. За Богом последнее слово. Даже если у нас не хватает веры, как у меня, Бог по своей милости и благодати может исцелить нас. слава Господу. вот в протяжении этого года вы сказали, что еще много болели. Как вы реагировали? Все-таки была у вас обычно, ну, скажем, мы в нашей жизни многие, ну, много раз сражаемся с болезнью. как бы говорим, именем Иисуса я исцелен. Вот процесс самой борьбы. Я знаю, все равно, при том, что Бог снял вам депрессию, но все-таки вы где-то, где-то опять же искали полного исцеления физического. Депрессия снята, вы сказали. Как вы шли в этом процессе? Вот этот год, что вы болели, все-таки борьба была? Была какая-то борьба, стопроцентно, борьба была. Я молился, я что-то провозглашал, и какие-то местописания, и молился, просил Бога, просил людей, чтобы молились. Ну, все, что знал, все, что слышал от родителей, от детства, я верующий, знал очень много, разных случаев исцеления. И иногда даже, вот помню момент, когда в этот момент, когда еще была депрессия, мне пришло слово, что Бог все контролирует. Подумал, Господи, мне кажется, что все вышло уже из-под моего контроля давным-давно, и даже из-под Божьего контроля казалось мне. Но когда вот я это как-то услышал в своем сердце, я подумал, действительно, все под Божьим контролем. Я просто положил все на Господь, Господа. И даже подумал, если умру, на небе пункции не делает. Это как бы я сам себя утешал. Мне через день делали эти пункции, знаете, они настолько меня доставали. То есть, вы не вложили в своем сердце, что вот только исцеление? Нет, не было у меня такого. Я рассчитываю, если Господь желает, чтобы я более нужнее на небе, я был готов идти туда. Но, конечно, хотелось. Хотелось, чтобы... Хотелось жить. И хотелось, чтобы еще прожить не 3-5, как врач сказал, а хотелось прожить еще много лет. И Бог вот сделал такое чудо по своей милости и благодати. Вот когда у вас были боли, были боли или боли прошли, как это было? Сами боли были постоянно, постоянно, но был момент, когда эти боли как бы стали немножко меньше. Меньше, и вот, наверное, оно что-то было как бы вместе с депрессией. Как ушла депрессия, так и боли стали легче, знаете, переносить было легче. Я вставать уже не мог с кровати, часто терял сознание, ходил иногда по коридоре, провозглашал ранами Христа, Господи, Ты можешь меня исцелить. Я прошу Господа, потом открываю глаза, а я уже как бы меня приводят в себя. Я потерял сознание. Думаю, Господи, я же просил, что ранами Твоими я исцелен, а здесь я уже не в себе. Как это? Но все равно вот то, что Бог исцелил действительно, я просто ложил все свои проблемы на Господа. И Бог многому чему научил меня через эти болезни. Я много, в многих сферах своей жизни много изменилось. Помню, когда я после болезни приехал в церковь, где я проповедовал Евангелие, и люди говорят, Сергей, ты настолько изменился, а я даже не понял, внешне. Говорит, нет, твой характер настолько изменился, ты настолько стал чувствительным к чужому горю. Бог научил меня сочувствию, это первое. Вы знаете, иногда Бог допускает в нашей жизни трудные моменты, но Он учит нас. Даже кто-то говорит, это не от Бога, это от дьявола, другие говорят, от Бога. Это даже не важно, но даже от Бога или от дьявола, но сама болезнь, но все равно в любом случае любящим Господа, как мы читали в начале послания римлянам, все содействует ко благу. Даже самое плохое, болезнь, проблемы, Бог оборачивает к лучшему. Мой характер изменился. Я начал по-другому ощущать мир, по-другому приоритеты, ценности, все по-другому. Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, мы сегодня возвещаем о великом чуде исцеления, где Господь брата Сергея исцелил от рака, неизлечимой болезни. И я уже нахожу здесь два момента очень важные, чтобы мы запомнили и возможно употребили это, и я думаю, что мы будем употреблять. Я это вижу в своей жизни. Благодарность, вы говорили о первом, благодарность открывает Божье присутствие. Человек, который благодарный, это человек глубоко смиренный и подчиненный Богу. И когда ты начинаешь благодарить и славить Господа, видеть в каждом моменте руку Божью, видеть, что Бог дает тебе возможность жить, служить Господу, служить другим людям, благодарность открывает Божью исцеляющую силу. Благодарность вводит нас в Божье присутствие. И второе, я хочу просто сказать, что сострадание, оно имеет исцеляющую силу в себе. Христос, Он сжалился и исцелил людей. Сострадание имеет силу исцеления. И если наше сердце будет сострадать, мы сможем многие-многие увидеть огромные вещи исцеления. И я верю, что эта студия, она также наполнится вот этим состраданием. И мы будем, мы в конце будем молиться, чтобы Господь прикоснулся к вам, дорогие братья и судьи. Ожидайте. Это свидетельство, это явление Божьей славы и силы, и это огромнейшее чудо. Я верю, что это работа Божья, где Господь может прикоснуться вас там. Он может прикоснуться. И я видел в своей жизни очень много знамений, чудес, и я знаю, что сейчас то, что вы свидетельствуете, это очередное чудо, которое Господь показывает этому миру через телевидение, тем, которые очень глубоко верующие, или, может быть, вы совсем еще не знаете Господа. Это вам говорит о том, что Иисус Христос жив. Он исцеляет людей. И я очень рад, что Господь употребил вас, и вы можете сострадать людям. Я хотел бы, если можно еще добавить, дело в том, что, да, это правда, все то, что вы сказали, просто я хотел бы сказать, что еще одно, что было в моем случае, это упование на милость Божьем. Я просто доверился полностью Господу. Говорю, Господи, все, что ты считаешь для меня лучше, пусть будет. Если ты считаешь, что лучше для меня, мне хотелось бы прожить еще немало лет. То есть согласие с волей Божьей, да, и я просто уповал, Господь, я уповаю, что даже не на свою веру, не на свои какие-то дела, верующие с детства или не верующие, это все не имело никакого в то время для меня значения. Я просто говорил, Господи, Твоя милость больше, чем все остальное. Я верю, что уповать на Божью милость, оно приносит исцеление. И второе, я хотел бы сказать, что Бог научил брать уроки. Я задавал себе во время болезни очень часто вопрос, Господи, а что Ты хочешь изменить во мне? Что Ты хочешь научить меня? Может, что-то я неправильно понимаю? Может, что-то... И Бог много чего учил и изменял. Помните этот момент из Библии, когда Мариам, она восстала против Моисея? И там написано, что она заболела. На какую болезнь? Это проказа. Она семь дней, кажется, если я не ошибаюсь, семь дней она болела этой проказой. И Бог исцелил ее. Почему? Потому что она сделала правильные уроки из этой болезни. Если мы болеем и не делаем правильных уроков, к примеру, наоборот, Эзекия. Эзекия заболел, Бог его исцелил, но он не взял правильных уроков в жизни. И не пошло ему это исцеление во благо. Вот то, что я хотел бы сказать, что Бог дал мне какие-то уроки, я сказал, Господи, спасибо тебе, что ты учишь, что ты изменяешь мою жизнь, мои ценности, приоритеты, все изменяется. Даже сейчас на Украине, вы знаете, хотел бы так немножко сказать о ситуации на Украине, сейчас многие на Украине молятся, потому что война, люди гибнут, все взмолились настолько, что те, что никогда не молились, начали молиться. Ну, как говорят, как тревога, то до Бога, а как по тревозе, то и по Бозе. Так на украинском говорят иногда у нас, но важно, чтобы мы молились всегда, не только, когда трудно, когда сложные обстоятельства жизни. И если мы берем правильные уроки, вот обстоятельства сложные, но когда мы берем правильные уроки, изменяемся, Бог учит. Вот скажите, вы сказали, что милость Господня, вы уповали на милость Божию, ну, и это послужило упованию, это послужило к исцелению. вот иногда, вот я слышу за исцеление, да, люди, которые сражаются с болезнью, то говорят, типа, дьявол послал, и они там изгоняют, дьявол, молятся во имя со Христа, кинцер, дух, рака, уходи, и так далее, вы больше показываете, как-то так, вот мне даже интересно, я думаю, вот так сижу в студии и рассуждаю, как-то, вы так как-то спокойно рассказываете на милость Господню, ну, все равно какой-то ключ, какой-то, кроме этого, еще что-то было, что вы понимали, что вот надо что-то вот достичь, вот какой-то еще ключ, вот только на милость, ну, Господи, сделай как хочешь, и так оно сделалось, или еще что-то было, может быть, какая-то неотступность, или, скажем, борьба такая особая была, или вот оно так прошло, вот как вы говорите, так вот спокойно, так оно спокойно происходит, мне просто интересно. Конечно, в таких ситуациях так спокойно, как мы говорим, оно не проходит. Очень интересно людям показать это. Волнение есть, борьба есть. Именно перед, оно было перед самым исцелением, или оно было вот в... В начале, в начале больше была борьба, а потом я уже радовался просто всему, что Бог дает. Радовался, я даже благодарил Бога за день настолько, я не знал, завтрашний день встану я, или уже проснусь на небесах, но я радовался тому дню, тем благословением, для меня уже не было, пришел такой, знаете, это бывает, наверное, когда очень долго болеешь, и когда очень долго уже ожидаешь этой смерти. Это ожидание, иногда, ну, устаешь ожидать, не знаешь, ожидать исцеления или смерти. Вот что вы больше ожидали? Вот вопрос, действительно, мне направо. Вот вы ожидали больше смерти или исцеления? Вот отношу параллельно, или вот все-таки вы где-то хватали за жизнь. Я хотел бы, знаете, как верующим людям, хотелось бы сказать, да, я хопался сильно за жизнь, я провозглашал, молился, но не так сильно это было. Я больше отдавался, вот, Господь, как ты сделаешь? Я, конечно, хочу, я молюсь, я прошу тебя, исцели, я хочу жить, я не скажу, что я вот такой был, знаете, как говорят, мягкий и пушистый, вот такой, сильно праведный, вот, но, да, я боролся, я хотел жить, но вместе с тем я был согласен на все, и я понимал, что многие, понимаете, вот к примеру, за одну неделю у нас умерло 17 человек в одном отделении нашем, это самая страшная неделя в моем отделении, 17 человек от рака, и когда умирает человек, все люди плачут, а я был самым молодым, молодой в отделении, люди говорили, все плачут, а я спрашиваю, почему все плачут, все его же знали, или там, его, или ее, того, кто умер, а потом только я понял, они плачут не потому, что они жалеют этого мужчину или эту женщину, они каждый себя представляют на этом месте, они страдают от этого, и когда я понял, что уже страдать за то, что буду ли я жить или не буду, я отдал это в руки Божьи, сказал, Господи, на небе, я уже говорил это сегодня, на небе пункции не делают, я всегда повторял себе, то есть на небе будет лучше, если я там нужнее, я согласен. Вот скажите несколько слов, последние дни, вот два-три дня до самого полного исцеления, что было? Особенного чего-то такого сверхъестественного перед самым исцелением, потому что, наверное, Бог меня исцелил раньше, чем мне врач сказал, они же исследовали, они как-то... Вот когда боли исчезли у вас? Боли были еще даже после того, когда я пошел из больницы, когда я вышел, мне сказали, что у меня никакого рака, А боли все равно были? Боли еще были много времени, потому что там спазм, это чисто такое медицинские, как бы сказать, процессы, и у меня время от времени, лет пять, погода меняется, болела, иногда приходила мысль, наверное, возвращается твоя болезнь. Господи, помоги мне, я же исцелен, Господи, помоги мне на тебя надеяться. Понимаете, это был еще даже после исцеления процесс еще... Удержать исцеление. Процесс, да, удержать, и процесс, знаете, правильно на все реагировать, то, что появлялось в моей жизни, симптомы, там, разные боли, разные реакции, и так далее. Ну, как вы чувствуете себя сейчас? Сейчас, сейчас прекрасно, я верю, что никогда, вот то, что я, может, не сказал еще, что врач сказал, через каждые три месяца сдавать анализы, может, лет семь, восемь я после болезни сдавал каждые три месяца анализы, а потом, как-то, знаете, пришло такое желание полностью положить этот вопрос на Господа. Если Господь меня исцелил, зачем мне вот все это дальше контролировать? Я не скажу, чтобы... Я не хочу учить это других. Ну да, я понимаю. Неправильно... Не поймите меня. То есть я не хочу, что если кому-то врач сказал сдавать анализы, он сейчас послушает меня и скажет, вот я слышал, я не буду сдавать анализы. Нет, сдавайте анализы. Но другой вопрос. Я что-то внутри почувствовал, что если Господь сделал, я должен положиться полностью на Него. Вот что Бог сказал вам через эту болезнь? Самое вот один-два, скажем. Что самое главное, вот вы прошли через болезнь. Вы понимали, что Бог что-то сказал вам, как вы вышли, урок какой Он дал, вы сказали за сострадание. Что еще? Сострадание, благодарение и обещание Богу. Еще в больнице и в реанимации, помню этот момент, я сказал, Господи, я не оставлю ни одного человека, который будет знать меня, но не будет знать о милости Твоей в моей жизни. Вы решили свидетельствовать о исцеляющей силе Бога. Да, да. И я начал это рассказывать всем. Слава Богу. Всем после болезни, я помню, наварил большую кастрюлю супа и пошел по подвалам, это был в конец 98-го года. Наварил и пошел по подвалам, по притонам, где живут алкоголики, наркоманы. Я разносил горячий суп, чтобы они не могли быстро скушать его. И за то время рассказывал, если Бог сделал чудо исцеления от рака, неужели он не может освободить тебя от алкоголя или о наркомании. На сегодняшний день мы тоже вот с семьей переехали во Львов с целью служить людям, рассказывать свидетельствия. Я стараюсь, частенько бываю в раковой больнице, просто свидетельствую людям, просто рассказываю, поддерживаем больных. Иногда встречаемся с молодежью на улицах. Я очень люблю проповедовать на улицах. Для меня самое большое наслаждение это видеть, как неверующие люди каются. И свидетельствовать о Христе тоже вот сейчас во Львове очень много переселенцев из Донецка и Луганска, потому что там военные действия. И мы тоже им свидетельствуем, тоже рассказываем о Христе, о Боге, приглашаем, служим этим людям. Вы знаете, брат Сергей, я хочу сказать, дорогие братья и сестры, что и все телезрители, которые смотрят на нас сейчас, Господь, Он исцеляет, и Господь каждым чудом и свидетельством говорит о том, что Он любит и хочет спасти и дать вечную жизнь. Аллилуйя. Аллилуйя. И я хочу просто сказать, что это свидетельство, есть возможность вам узнать ближе, кто такой есть Иисус Христос. Если вы еще не отдали свою жизнь Иисусу, сегодня это ваше время, просто начните читать Библию, Бог проговорит через Божье Слово к вам, начните, как вы умеете, молиться, и Господь просто даст вам молитву простыми словами, и вы сможете получить спасение. Я просто не хочу потерять время, время так быстро бежит, и я не хочу не упустить ту возможность, особенно тех, которые сейчас ожидают, ожидают исцеляющей силы Божьей, чтобы мы сейчас помолились, Брат Сергей. Да. Я помолюсь, и вы помолимся вместе, я первый помолюсь, вы второй, мы просто помолимся за людей. Я знаю, что Бог мне это дал понять, и дал мне такое объяснение, чем больше ты отдаешь того помазания силы Божьей, которая внутри нас, тем больше приходит сила Божьей. Мы не можем сделать ее собственной, это Божья работа у нас. Потому мы сейчас помолимся, пускай просто из престола Божьего на вас выйдет исцеляющая сила Божья, которую мы видели очень много раз, как Господь исцелял и являл свою славу. Я помолюсь за вас, братья и сестры, и мы хотим слышать явление Божьей славы и исцеляющей силы, которая сегодня очень нужна. И вы этим сможете убедиться, что Христос живой, и принять спасение, и стать ближе к Господу. Молимся. Дорогой Господь, ты видишь сейчас эту молитву, которую я молюсь во имя Иисуса Христа, Сына Божьего из Назарета. Господь, пускай Твоя творящая, исцеляющая сила, просто прямо сейчас, Господь, она придет в дома, на телефоны, на айпады. Все, кто смотрит, Господь, сейчас этот эфир, будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Исцели головную боль, исцели сердце, исцели почки, исцели колено, во имя Иисуса Христа, исцели всякую немощь. Господь, яви Твою силу, яви Твое чудо исцеления во имя Иисуса Христа, Господь, да явится Дух Святой во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Братцы Геи, помолитесь. Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, пусть придет Твоя милость и Твое исцеление, даже на тех людей, у которых не хватает веры, по своей милости и благодати, исцели их, пожалуйста. Господь, я прошу Тебя, покрой кровью Иисуса Христа и ранами Твоими исцели каждого больного. Господь, я особенно прошу на тех людей, которые смертельно больны, с больной раком. Господь, прошу Тебя во имя Иисуса Христа, пусть придет Твое исцеление. Ты когда-то исцелил меня, я ничем не лучше, Господь. Если Ты исцелил меня, Ты можешь исцелить этих больных. Отец, прямо сейчас, в этот момент прикоснись к каждому больному, исцели его во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, за слово Твое, которое говорит, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Ты не изменился, Господь. Ты верный Бог, и Ты исцеляешь во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Я верю в силу Евангелия, то, что Божье Слово имеет в себе авторитет и спасающую силу. Божье Слово имеет в себе творящую силу спасать и исцелять людей. Аминь. Если можно, я хотел бы еще привести один такой пример из Библии. Он, когда я болел, очень сильно утешал меня. Я, наверное, думаю, что те люди, что читают Библию, знают, те, что не читают, я напомню, такой момент в Библии, когда народ Израиля проходил пустыню, когда они вышли из Египта и шли через пустыню в обетованную землю. И там написано, что одежда их не изнашивалась. И обувь их тоже не изнашивалась. Я подумал, Господи, я никогда не молился, чтобы даже, если у меня не было денег, я не молился, чтобы моя одежда не изнашивалась. Если она протирается или что-то другое, я покупаю новую. Но в экстра-случаях, то есть в особенных случаях, Бог и это может. Если Богу есть дело до нашей одежды, то тем более Бог желает исцелять наши сердца, исцелять наши тела. Бог желает делать большие чудеса. Я никогда не молился, не знаю, в этом вопросе по-разному смотрят разные проповедники. К примеру, на молитву за собачек, за кошек, за животных. Я никогда в жизни не молился, не мазал животных елеем, не молился за исцеление. Ну, почему-то я это не считаю, я не вижу это в Библии. Может, кто-то делает, я не осуждаю. Я никогда не молился за автомобиль, когда он ломался. У меня старый автомобиль, я работаю по клинингу, вожу ковры. И я никогда не молился за свой автомобиль, когда он ломался у меня. Я всегда его ремонтировал. Но я думаю, что в экстра-случиях Бог и это может сделать, когда это относится к вопросу жизни и смерти. Вы знаете, припоминаю один такой случай. Служитель из Донецка рассказывал, что вот когда начались эти военные действия у нас на Украине, в Донецке, он говорит, я своим стареньким автомобилем мы развозили продукты верующим людям и так далее. Потом автомобиль поломался и он просто стоял в дворе. И уже надо уезжать оттуда. Военные действия очень наращивались. Я-то распереживался, не можем уехать. Автомобиль поломался. И приходят люди и говорят с автоматами, надо твой автомобиль. И забирают ключи, забирают все, что можно было. Он отдал все. Они хотели забрать, заводили ее много раз, как он мне рассказывал. Не могли завести. Ушли, все забрали, кроме автомобиля. А потом, говорит, у меня в сердце такой внутренний голос. Пойди, попробуй еще раз завести. Я говорил, сел автомобиль, завел его. Он завелся. Мы сели с семьей и уехали оттуда. Я думаю, что вот в таких экстра-случаях даже Бог может и такое делать. Ну что, Он живой. Он добрый. Если ему есть дело к одежде, к автомобилю, то тем более к душе. Может, у кого-то депрессия. Он может исцелять от депрессии. Он желает исцелять от физических болезней. Я уверенно знаю, что Господь работает и особенно работает и в духовной области. Он хочет, чтобы мы имели мир и покой. И чтобы наше сердце было в мирных отношениях с Богом. Чтобы мы не переживали, не тревожились чрезмерно. И это нелегко без помощи силы Божьей. И я верю, что это слово исцеляющее, оно через вас, брат Сергей, идет к людям. И если вы действительно имеете какое-то такое томление, переживание. И здесь, в Америке, люди боятся страх заболеть, страх не заработать денег, страх о будущем. Люди не хотят положиться на Господа. Я хочу сейчас, брат Сергей, чтобы вы еще совершили одну молитву, чтобы люди ушли от депрессии, чтобы люди получили внутренний мир, чтобы люди получили внутреннее исцеление. Могли бы вы сделать еще такую короткую молитву? Мог бы, но если можно, я хотел бы еще одно добавить к этому. У нас только две минуты еще. Ага. Две минуты. Чтобы пришла смелость проповедовать Евангелие. Если я мог, Бог использовал, даже не то, что я мог, Бог, если Бог меня использовал проповедовать в реанимации, то я верю, что Бог желает использовать всех нас, чтобы мы смело проповедовали Евангелие. Давайте за этих две вещи поможем. Господь, я прошу тебя за каждого больного, особенно душевно, Господь, люди, которые имеют депрессии, разочарование, давление в жизни. Отец, я прошу тебя, приди и исцели, Господь, души людей. Господь, во имя Иисуса Христа, пусть придет твоя милость и благодать, пусть придет твоя благодать на исцеление людей, которые потеряли надежду. Я прошу тебя, благослови каждого верующего, свидетельствовать и оговорить о Христе. Господь, пусть твое благословение смелости на проповедь Евангелия придет в их жизнь. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, мы очень рады, что вы сегодня были с нами, слушали Божие Слово. Братцы, Сергей, спасибо, что вы также были участником, свидетелем о том, что сделал Бог в вашей жизни. Мы прощаемся с вами. Будьте благословенны. Божьих благословен. Смотрите еще влияние. Да благословит вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова